Первым событием, как ни странно, я признаю публикацию в социальных сетях ради Хабирова. Процитирую часть этой публикации по тексту Башинформа. И эта публикация касается строительства монумента и вообще там всяких фонтанов и прочих радостей на Советской площади. Хабиров высказался об этом следующим образом, цитирую. «Все мы будем гордиться, любить и приходить сюда с детьми» – речь идет о Советской площади – «и понимать величие этого места. Ведь именно здесь в марте 1942 года генералу Шеймуратову вручили красное знамя и то, что здесь была автомобильная стоянка, считаю оскорблением памяти наших предков». Очень пафосно звучит, согласитесь, прямо аж мурашки бегут по спине и вот прямо хочется поскорее увидеть это великолепие. Но есть один нюанс и этот нюанс весьма прискорбный. «Очередной раз ради Хабирова обманули и ввели в заблуждение». Я уж не знаю, кто является автором вот этого пафоса и этого текста, но абсолютно все, о чем говорит ради Хабиров, вот в этом тексте – это вранье. Ну, кроме тех предполагаемых эмоций, которые он собирается испытывать и предлагает испытывать нам. Дело в том, что генерал Шеймуратов никогда не получал знамя 112-й кавалерийской дивизии на Советской площади. И никаким сакральным местом Советская площадь для нас являться не может. В марте 1942 года знамя 112-й кавалерийской дивизии было вручено генералу Шеймуратову на станции Дема. О чем есть масса фото и кинодокументов, это всегда был признанный факт и во всех научных монографиях и исторических трудах говорится именно об этом. Кто ввел в заблуждение Хабирова, надо выяснить. Вообще, тем, кто готовил для него текст, да и самому радио Фаритовичу, неплохо было бы напомнить об уголовной ответственности за фальсификацию истории, в том числе истории Великой Отечественной войны. Это не шутка. Теперь за это очень здорово преследуют. Не дай бог вы что-нибудь в соцсетях такое напишите, где усомнитесь в величии победы Красной Армии или еще каких-нибудь фактах, которые признаны официальной историей. Так вот, факт вручения знамени дивизии Шеймуратова абсолютно точно установлен и он не происходил на Советской площади. Радий Фаритович, прекращайте вводить в заблуждение население Республики Башкортостан и начинайте разбираться со своими референтами. В отличие от нас, Хабиров просто обязан знать вот эти моменты, не потому что он такой там какой-то историк или человек чрезвычайно начитанный, в чем я очень сильно сомневаюсь, а потому что у него есть целая армия хорошо оплачиваемых консультантов, которым, кстати говоря, платим мы и которые готовят ему вот эти тексты. Я уж не знаю, то ли Прочаковская ему пишет вот эти постики, то ли сам Мурзагулов, очнувшись там от какой-нибудь дремы, это все дело набрасывает, но в данном случае налицо вопиющий факт фальсификации истории Великой Отечественной войны. Я думаю, что эту ошибку надо срочно исправлять. Манеру и пренебрежение, искреннее пренебрежение к подвигу и памяти наших предков демонстрирует в первую очередь именно организационный блок и именно администрация самого Хабирова, которая занимается всеми вот этими вот вещами. Я говорю о том, что когда привезли звезду героя генерала Шаймуратова, помните, да, они даже без ошибок не смогли написать имя отчества этого генерала. Кто отвечает за это все? За это все полностью отвечает администрация главы Республики Башкортостан. Вот этот господин Сидякин, который слишком, на мой взгляд, увлечен всевозможными фэшн-мероприятиями и взирает на мир исключительно через окно бутика США, вот ему бы надо бы озаботиться именно тем, чем он должен заниматься в первую очередь. Напомню Александру Геннадьевичу, что основной задачей администрации главы Республики Башкортостан является обеспечение деятельности главы Республики Башкортостан, а вовсе не все другое, чем занимается еще господин Сидякин. Так вот, подготовка и реализация этих мероприятий и правильное написание имя отчества героя Советского Союза Шаймуратова, это была прямая обязанность администрации главы Республики Башкортостан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова